Мы должны поговорить о том, с чего бы начинать лечение в идеальной истории у больных с метастатической меланомой. С суперэффективных таргетных препаратов или с не менее эффективных иммуно-онкологических препаратов. И мы начнем. Вот это наша заинтересованность финансовая. И, в общем-то, Алексей Викторович, давайте. Ваш цвет. Потому что качество жизни – это не менее важный аспект лечения. Ну и, безусловно, нам надо оценивать влияние на последующее лечение. То есть те препараты, которые сработают сейчас, но потом ничего после них сделать будет нельзя. Наверное, не самый оптимальный выбор в лечебной тактике. Если говорить о ингибиторах BRAF, то у них, безусловное преимущество – это быстрый, надежный массовый эффект по заболеванию. Здесь вы видите результаты ПЭТ-КТ. Не наши пациенты, это данные зарубежных коллег. Но, тем не менее, быстрый ответ, в данном случае через две недели, по некоторым исследованиям, есть ответ в течение уже первых-вторых суток. Но, как правило, когда мы назначаем пациентам эффект, самое быстрое, что мы видели, это после первого приема таблеток уже пациент чувствует некоторое улучшение. И если говорить о кинетике ответа, то при BRAF-ингибиторах размер опухоли уменьшается не сразу, но симптомы заболевания, уровень метаболизма опухоли уменьшается сразу, и, соответственно, общее состояние пациента улучшается довольно-таки быстро, что, безусловно, является преимуществом в лечении меланомы и аргументом для выбора этого метода для лечения. Симптоматическое выдачное, да? Вот. И если говорить про частоту объективных ответов, здесь вот показаны все комбинации, которые у нас на сегодняшний день зарегистрированы. Это либо монотерапия веморфениб или даброфениб, либо комбинированная терапия веморфениб с кобиметенибом или даброфениб с травиметенибом. Вы видите, очень одинаковые ответы на лечение. Объективный ответ порядка 50% на комбинации, порядка 70% при комбинированной терапии. Контроль над заболеванием более 80%. Да, моя очередь вступить в защиту иммунотерапии по поводу ее эффективности. И это демонстрация того, что мы можем добиться не менее впечатляющих результатов. И это наш пример, это Несенклена Маккартура. Вот. Не менее впечатляющих результатов на фоне иммунотерапии современными блокаторами PD-1 рецепторов. Быстрым и также еще и стойким. Собственно говоря, варианты, к сожалению, подразумевают разнообразие. И в некоторых случаях мы видим, что после начала лечения опухоль не уменьшается так стремительно, как на таргетных препаратах. А наоборот, мы видим так называемую псевдопрогрессию или появление новых очагов. Конечно, когда есть симптомные проявления заболевания, это может вызывать некоторые вопросы и проблемы, потому что узлы продолжают расти. Но, тем не менее, если ответ достигается, то основное его преимущество – это его длительность. Частота ответов тоже современных препаратов, их комбинаций, она впечатляет. И она приближается к таковой, которая имеется для таргетной терапии. Если мы говорили про первое поколение блокадов с ЛИ-4, действительно, частота ответов была не слишком высока. До 19% относительно свежие данные апреля этого года. Объективные ответы на фоне блокадов с ЛИ-4 около 20%, грубо говоря. Но если вы посмотрите на современные препараты, блокады РПТ-1 или комбинацию с ЛИ-4, то это те же самые 60%. Это очень и очень здорово. И самое главное – это нижняя строчка, не знаю, будет выделение или нет, но я покажу ее все-таки отдельно. Это медианная длительность ответа на лечение. Если он достигнут, то увидите, открытые интервалы, даже в случае с эпилемумабом, при увеличении периода наблюдения она может сдвигаться в сторону увеличения. Это означает, что вот такая особенность иммуно-онкологических препаратов – это существенное их преимущество. Ну и здесь, собственно, приведена такая косвенная, это не прямое сравнение, это просто данные, которые мы имеем в разных исследованиях третьей фазы. Некоторые, значит, тут еще не про первую линию, некоторые про вторую, но тем не менее большая часть препаратов здесь исследовалась в первой линии. И вы видите, что, в общем-то, если смотреть на объективные ответы, то да, таргетная терапия имеет преимущество, но это преимущество не настолько велико. А если вы смотрите на двухлетние результаты, сейчас доступны трехлетние и четырехлетние по более ранним фазам, то это преимущество не такое очевидное. Алексей Викторович. Ну и теперь по поводу длительности ответа на лечение. Если говорить про доброфенип с траметинипом в комбинированном лечении, ну и, в принципе, про веморофенип, ответы могут быть достаточно длительными. Хотя общая медианная длительность ответа где-то 8 месяцев на монотерапию, порядка 14 месяцев на комбинированной терапии, но полные ответы характеризуются хорошей длительностью, 39 месяцев, соответственно, на комбинированной терапии и где-то 30 месяцев на монотерапии. Частичные регрессы характеризуются чуть меньшей длительностью, в общем, они заканчиваются гораздо быстрее. Ну, опять же, это в пользу, на мою мельницу, что называется, да, если я отстаиваю сейчас начало с иммунотерапии, то я должен сказать, что начинать с антипериодин препаратов, это означает, что вы можете у значительной части пациентов, 57% получить длительный ответ более трех лет, да, 36% это медиана для данного лекарственного препарата. И, прошу прощения, медиана не достигнута, 57% это трехлетняя история, да, то есть медиана-то не достигнута. А вот это число 57%, то есть это люди живут с ответом на лечение более трех лет. И самое важное, это вот что, что у нас появляется надежда на то, что мы остановимся с лечением, что мы можем иметь перспективу, получив полный ответ или частичный ответ, мы можем прекратить терапию относительно безопасно. Это требует проверки дополнительной, но первые данные, которые были получены в этих анализах, они освидетельствуют о том, что прекращение безопасно. И обратите внимание, что только двое больных после прекращения терапии, после достижения ответа на лечение, вернулись к врачам с прогрессированием болезни. Все остальные пациенты наблюдаются без признаков прогрессии. Это чрезвычайно важная история. А если мы говорим про нежелательные эффекты, то они могут, и мы прекращаем, вы знаете, что сейчас большая критика в сторону комбинированной иммунотерапии из-за того, что она токсична. Но токсичность управляема, если вы получили необходимость остановиться из-за токсичности, то это не компрометирует результаты, судя по вот этим данным. Если вы остановились до достижения ответа на лечение, но из-за того, что возникла токсичность, то, тем не менее, ответ может развиться позднее. Плоховато видно, но тем не менее, вот синенькие полосочки, это когда мы лечили, потом мы перестали лечить, а ответ развился позднее, вот эти белые кружочки. И после этого, когда ответ развился, он все равно продолжается. Это тоже очень важное наблюдение. Ну, и теперь по увеличению продолжительности жизни. Здесь показаны результаты времени без прогрессирования на фоне терапии. Как вы видите, любая комбинация, если мы говорим о ингибиторах BRAF в сочетании с ингибиторами МЕК, превосходит просто использование BRAF ингибиторов, и результаты очень однородные, очень сопоставимы, где-то время до прогрессирования порядка 12 месяцев. И вот кривые выживаемости уже, улучшение общей выживаемости. Что здесь важно отметить, что эффект начинается сразу, кривые расходятся сразу и очень рано, и это расхождение сохраняется на фоне наблюдений и даже усиливается со временем. И если мы посмотрим на отметку 30 месяцев, вы видите, что есть какой-то выход, некоторые наплата в кривой комбинированной терапии. Если же говорить про другую комбинацию, та же самая история, почти те же самые отметки, те же цифры, также рано расхождение эффекта, усиление эффекта со временем наблюдения. Дальше. И еще раз обращаю ваше внимание на конец кривых. То, что мы наблюдали на иммунотерапии, наблюдается даже также до какой-то степени на таргетной терапии. Если посмотреть последние результаты САСКа 2017 года, где сообщались результаты пятилетней выживаемости в комбинированной терапии, с исследованием второй фазы, мы видим, что между четырехлетней и пятилетней выживаемостью, в общем, разницы немного, 30-28%, соответственно, пациентов продолжают жить при пятилетнем наблюдении. То есть фактически это развитие плата на комбинированной терапии. Вы не зря сказали, что это так же, что мы и наблюдали на иммунотерапии. Ну, в общем-то, спойлер уже прозвучал. Значительная часть пациентов, возможно, я спекулирую сейчас, у меня нет доказательств, возможно, достигли этого плата из-за вот этого, из-за того, что мы перевели их на то самое лечение, которое может приводить к этому плата. Потому что, если вы посмотрите на время до прогрессирования, на выживаемость без прогрессирования, тут существенного плата-то особенно нет. Кривые, они снижаются ниже, ниже и ниже. И, в общем-то, вот такой вот ровности уже не наблюдается, разве что где-то в районе низких цифр. То, что касается пятилетних результатов для иммунотерапии, то тут эта плата, она, смотрите, начинается с 36 месяцев, то есть с 3 лет, и вот уже 60 месяцев, и вот уже 66, и вот 72. И самое главное, что, значит, этот показатель для таргетной терапии, времени до прогрессирования, например, выживаемость до прогрессирования 13%, а общая выживаемость порядка 28%. Это, значит, важная история. Если вы посмотрите на те результаты, которые мы получили, опять же, вот по третьей фазе комбинации ИПИ с НИВой, или НИВа в чистом виде, или ИПИ, которые вот были опубликованы и в этом году на АСКО обновлены, то эта плата, в общем-то, для выживаемости без прогрессирования, подчеркиваю, не общей выживаемости, а выживаемость без прогрессирования, она наблюдается, и она, в общем-то, продолжается на большой протяжении, на большом протяжении времени. Особенно для комбинации. Что у нас дальше? А, ну да. Ну и, собственно говоря, когда мы говорим о том, что бравмутация – плохой прогностический знак, так было, я сам лично анализировал эти статьи и видел, что бравмутация – это плохой прогностический знак. И всегда, когда мы назначали иммунотерапию для бравмутированных пациентов, всегда вот эти доверительные интервалы пересекали единичку, что не было ясности, лучше это или хуже, чем компаратор. Но это исследование развеяло сомнения, бравмутация не оказывает такого уж негативного влияния, если лечение эффективно. И оно, в общем-то, имеет сопоставимые результаты, результаты общей выживаемости для бравмутированных и бравмутированных пациентов при назначении лекарств первой линии. Та же самая история для пембролизумаба. Вы видите, что пембролизумаб – это тоже почти первая линия, почти для всех пациентов первая линия. Здесь хорошие результаты были получены. А вот это исследование первой фазы, тут длительные результаты, и общая выживаемость тоже имеет хорошие показатели. Это, естественно, не первая линия. Хорошие показатели для этих цифр. Ну, безопасность – это камень предкновения. Вот мы здесь постарались вывести на одну таблицу нежелательное явление, самое частное нежелательное явление, которое мы ожидаем от ингибиторов бравмут в сочетании или без сочетания с ингибиторами мед, и от иммунотерапии. Как вы видите, список, в общем, практически идентичен, за исключением того, что на ингибиторах бравмут не описано явление пульмонита, хотя это еще спорный вопрос, вероятно, просто эта частота достаточно низкая. И если посмотреть красным, выделены те нежелательные явления, которые чаще в конкретной группе. Вы видите, что за исключением диареи, которая чаще в комбинации плюмаба с неволюмабом, и в целом чаще наблюдается на иммунотерапии, все остальные красные значения, они находятся на стороне ингибиторов тирозинкинас. Но, тем не менее, эти все нежелательные явления достаточно короткие, они хорошо управляются, и что имеется большое преимущество, в чем у ингибиторов тирозинкинас перед иммуно-иммунологическими препаратами, что нежелательные явления на иммунологических препаратах могут возникнуть и после отмены иммунологического препарата, через длительное время. Тогда как при назначении ингибиторов бравмек, у нас есть очень хорошее средство контроля, мы можем модифицировать дозы. И это быстро и эффективно позволяет нам контролировать большое количество нежелательных явлений, которые там развиваются. Ну, если говорить про вероятность развития нежелательных явлений, здесь как раз сравниваются результаты эпилемумаба и комбинации бравмек и ингибиторов. Как вы видите, при использовании подхода, направленного на брав, нежелательные явления очень часто в начале лечения, буквально начиная с недели до первого месяца начала лечения, и потом их частота значительно снижается, и мы не видим такой сложности в развитии этих нежелательных явлений. Это одинаково показывается на любых комбинациях. Если же говорить о иммунотерапии, то это, безусловно, не событие первых нескольких недель, развиваются нежелательные явления гораздо позже и могут развиваться долго, после 12 недель, то есть после окончания терапии эпилемумабом. Маленький комментарий, просто медийный экспорт, средняя длительность приема препаратов здесь вряд ли превышает полгода, или 11 месяцев. Может быть, с этим связана низкая частота? Я опять же спекулирую. Но здесь частота-то отражена для тех, кто получал. Те, кто не получали, исключаются из графика. Продолжайте комментировать. Ну, собственно говоря, нежелательные явления в иммуно-онкологических препаратах встречаются, встречаются. Да, это правда. И, к сожалению, наши пациенты могут умирать от осложнений. И чтобы, как бы хорошо, клиника не была оборудована, к сожалению, это ведь ведущие клиники, которые проводили клинические исследования с этими лекарствами. Тем не менее, вот таких вещей не удавалось избежать. Но все-таки это казуистически редкая вещь. И это, по мере накопления опыта, мы понимаем, что управлять этими нежелательными явлениями, уменьшать их выраженность, вылечивать людей от нежелательных явлений, это вполне посильная задача. И так уж бояться не назначать лечение из-за опасений токсичности, эффективное лечение, это, наверное, нецелесообразная история. И кое-что сделали, и мы, собственно говоря, двумя институтами, мы попробовали организовать, значит, линию поддержки для специалистов, для врачей, если есть какие-то сложности с коррекцией нежелательных явлений, потому что у нас накопился определенный опыт, как с ними обращаться, да, с этими нежелательными явлениями. Мы можем этим опытом поделиться по телефону или там по почте, или каким-то образом. Вот. На будущий год, скорее всего, мы продлим эту работу тоже, потому что мы понимаем, что в этом году в реальном выражении не так много учреждений начинает пользоваться иммуно-онкологией. Пожалуйста, ПФС-2. Да, и дальше влияние на последующее лечение наших терапий. Ну, вот результаты исследований, КИНОТ-002, из него были выбраны пациенты, которые имели мутацию БРАФ, получали БРАФ-ингибиторы, и потом получали пембролизумаб в соответствующих дозах. Вы видите здесь риск прогрессирования в любом случае был лучше в пользу пембролизумаба, ввиду не такого большого количества пациентов. На дозе 3 мг на килограмм это было менее заметно, на дозе 10 мг на килограмм это было статистически значимое улучшение в пользу пембролизумаба, снижение риска прогрессирования у этих пациентов. Таким образом, мы можем сказать, мы на сегодняшний день знаем, что 3 мг и 10 мг – это, в общем, сопоставимая доза, поэтому по эффективности, поэтому можем точно утверждать, что наличие терапии БРАФ-ингибиторы до начала иммунотерапии не так сильно влияет на ее эффективность, как мы опасались. В сравнении с химиотерапией, ну да. Это исследование, которое должно нам ответить на вопрос, действительно ли мы правы, назначая то или иное лечение в начале. По сути дела, мы не знаем, у нас нет настоящих научных доказательств, с чего начинать, в какой группе пациентов. Мы сейчас берем косвенные данные, мы берем данные из исследований и пытаемся это каким-то образом анализировать. Но должно подойти циккомбе, должно подойти свитч исследования, и когда результаты будут доступны, будет более-менее ясно, какая последовательность лечения или, может быть, комбинация трех препаратов, а потому что мы сейчас участвуем в исследовании, где три лекарства на момент назначаются, не последовательно, а комбинация BRAF-МЕК плюс антипеди-1 или антипеди-1 препарат, и если это будет переноситься, может быть, это будет лучшей стратегией. Но это дела будущих знаний, которых у нас пока нет. А сейчас мы сделали некоторые такие выводы о том, что ингибиторы BRAF-МЕК и ингибиторы иммунологического синапса имеют свои преимущества и недостатки. И ясно, что эти преимущества и недостатки, они в достаточной степени уравновешивают друг друга. По большому счету важно, чтобы пациенты получали любое эффективное лечение как можно раньше, чтобы перед тем, как мы назначим вам что-то из эффективных лекарств, они не ждали месяцами или годами этих эффективных лекарств и не получали малоэффективный способ лечения в роли химиотерапии. Вот, наверное, это более актуальная история сейчас, чем выбирать, с чего начать с BRAF-МЕК-ингибиторов. Ксения, кстати, пару слов. О том, что любимый слайд я знаю. Я бы хотел просто подчеркнуть, что необходимо учитывать кинетику развития и ответа на лечение, и для иммунотерапии пациенту, который быстро прогрессирует, на сегодняшний день уже появляются научные доказательства этому, у которых плохое общее состояние, у которых активные метастазы в головном мозге, это не лучшие кандидаты для проведения иммунотерапии, у них лучше рассматривать при наличии мутации BRAF комбинацию BRAF-МЕК-ингибиторов, и комбинация BRAF-МЕК-ингибиторов всегда предпочтительная, она всегда лучше, чем просто монотерапия. Если же говорить про остальные ситуации, то, да, отсутствие метастаза в головном мозге, если пациент ранее получал иммунотерапию, если она была безопасной, пациент ее хорошо переносил, это аргумент в пользу проведения иммунотерапии. И мы вчера много слышали информации о том, какие сложности большие бывают при тестировании PD-L1, но, тем не менее, единственное место в меланоме, где можно это применить, это для выбора именно комбинированной терапии, или монотерапии ингибитором PD-1, но для нас это пока не так актуально, потому что комбинация у нас пока что еще не зарегистрирована, регистрация находится в процессе. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Мы вовремя, да? Спасибо, да, да, спасибо, уважаемые доктора, достаточно интенсивно, информации много. Да, уважаемые коллеги, вопросы в аудитории? Да, да. Комментарий. У меня последний слайд вызвал небольшой вопрос, ну, скажем так, не бурный и не негативный. Дело в том, что мне на глаза попалась месяц назад примерно первая статья об метастазах меланомы в головной мозг. Обзорная, где были приведены данные исследований нерандомизированных о судьбе этих пациентов, о том, что метастазах меланомы именно, и, ну, те факторы прогноза их выживаемости, которые раньше были, это общее состояние, это наличие либо отсутствие экстракраниальных метастазов, количество, конечно, метастазов в головном мозгу, были на основании последних нерандомизированных исследований дополнены вот этим фактором, получения таргетной терапии, либо получения иммунотерапии. Что меня удивило, отношение рисков смерти у пациентов, получавших иммунотерапию при метастазах головной мозг, было даже меньше, чем при таргетной терапии. Поэтому, на мой взгляд, по крайней мере, исходя из данных этой статьи, а эти данные были основаны на исследованиях, нельзя отказывать в иммунотерапии, если, конечно, есть такая возможность, тем пациентам, у которых есть метастазы головной мозга. Во-первых, хочу сказать, что мы к этому вопросу еще вернемся, потому что через один, через два доклада это будет поподробнее разбираться. Но что я хотел бы обратить внимание. Действительно, иммунотерапия хорошо работает на метастазах головной мозга, но там есть одна особенность. Ведь исследования включали пациентов со стабильными очагами. То есть здесь мы подчеркиваем, что это нестабильность очагов в головном мозге, которые имеют проблемы. Потому что при нестабильных очагах иммунотерапия может не столько успеть справиться, сколько усилить отек очагов в голове, и это будет существенная проблема. Да, в наших центрах мы знаем более-менее, как контролировать отек головного мозга, как лечить. Если пациент находится дома, это может быть очень серьезная проблема, когда пациент, вы знаете, с онкологическим диагнозом, тем более с метастазами в головном мозге, все списывается туда. Не проводится соответствующее лечение своевременное, и мы теряем пациента. На это тоже обращать внимание надо. Поэтому просто надо выбирать, какие метастазы могут быть пролечены с помощью иммунотерапии, какие нет. Вот в этом особенности. Алексей Игоревич, можно короткий буквально комментарий на этот счет? Ведь на ЭСМа этого года были представлены данные 204-го протокола по применению комбинации эпист-нивы у больных с метастазами в головной мозг. Частота объективных ответов на лечение 55%. Да, это стабильные метастазы, но это очень хороший результат, это выше, чем то, что мы имели раньше. Это сопоставимо с комбинацией Дабра-Страйми, когда там было 58%. Собственно говоря, комбин-Би тоже было представлено в этом году. Поэтому добиться стабильности, как это сделать, там же написано как. Там можно было получить таргетные препараты вначале, или сделать кибер-нож, или что-то в этом духе. Но после этого, если стабильность есть, вы можете получить у половины людей уменьшение метастазов головной мозга, по-моему, 15% полного ответа. Так что это обнадеживает. Конечно, метастазы мозга тоже должны быть тем, скажем так, точкой приложения для иммунотерапии. Спасибо. Спасибо за интересный комментарий. Я хочу сказать, что, конечно, сейчас очень много данных появляется новых, и мы уже говорим действительно о пациентах, которые имеют распространенную форму заболевания, в том числе поражение головного мозга. Пациенты, которые имеют, конечно, неблагоприятный прогноз в целом. Мы дальше еще будем касаться этого вопроса. Но то, что мы говорим о лечении этих пациентов метастазовической меланомы, это уже, конечно, прогресс. И эффективность современных препаратов, она достаточно высока. А я хотела бы еще обратиться к аудитории, с тех докторов, кто к нам приехали. Скажите, пожалуйста, кто имеет опыт лечения больных, распространения меланомы с поражением головного мозга? Да, я тоже приехал. Я тоже приехал. Хорошо, ну опыт есть, конечно. Так, уважаемые коллеги, еще вопросы есть? У меня, можно, Светлана Анатольевна, вопрос? Вот у меня вопрос следующий. Вот мы сравниваем результаты клинических исследований, вернее, эффективности иммунотерапии с таргетной терапией. И обычно мы берем вот эти общие данные, да, при этом понимаем, что, конечно, метастатическая меланома – это болезнь с очень-очень гетерогенным прогнозом. И даже одна и та же комбинация или один и тот же препарат дает совершенно разные результаты у разных категорий пациентов. Так вот, как вы считаете, может быть, все-таки уже тоже нам надо уходить вот от такого общего сравнения и общих рекомендаций, конкретически, вернее, выделяя, все-таки стараясь, по крайней мере, выделить группы с более-менее однородным прогнозом, как то, что уже сделано, вот мы вчера обсуждали рак почки метастатический, уже давно выделены факторы, по которым мы можем определять пациентов, группу благоприятного прогноза, промежуточного, плохого прогноза, и даже уже попытка строить рекомендации по лечению на основании этого прогноза, чего нет для меланомы. Так вот, можно ли как-то на основании, вот, скажем, тех данных, которые сейчас есть, как-то тоже пытаться вот выстраивать последовательность лечения в зависимости от прогноза, как вы считаете? Отвечает Алексей Викторович. Ну, что делать с факторами неблагоприятного прогноза, я думаю, что у нас будет это отдельная дискуссия по этому поводу, чуть позже, вот, минут через 30, да, вот. Вот, а по поводу благоприятного, в принципе, я хочу сказать, что с 1 января 2018 года входит в строй новая классификация ТНМ, где как раз эти факторы все учтены. Для меланомы, то, что говорила Галина Юрьевна, для меланомы совершенно очень серьезно произошли большие изменения в третьей, четвертой стадии заболевания, в частности, в четвертой стадии заболевания ЛДГ выделено как отдельный, самостоятельный, независимый от опухолевой нагрузки фактор неблагоприятного прогноза. Метастазы в головном мозге выделены как отдельный, самый неблагоприятный фактор прогноза. И все эти факторы комбинируются между собой, таким образом, между трех подстадий М, М1А, М1Б, М1С, мы имеем, по сути, на сегодняшний день 8 подстадий М. То есть М1А плюс-минус ЛДГ, М1Б, С и Д с головным мозгом плюс-минус ЛДГ. И вот уже на основании этих подстадий можно будет что-то планировать и учитывать в дальнейшем. Поэтому последовательность, да, последовательность – это вопрос, но на сегодняшний день вопрос расширяется гораздо сильнее, потому что, да, у нас появилось эффективное лечение, которое приводит к длительным результатам. Нам надо уже думать не только то, как пациенту достичь эффекта, а как он будет жить после того, как мы закончим его лечить, и у него будет все хорошо. Это отдельный вопрос. И второе – результаты лечения меланома на четвертой стадии, по крайней мере, на пленарной сессии ЭСМО в этом году профессор Гермонт поставил вопрос, нужна ли нам антиватная терапия меланома, если мы так хорошо лечим больных четвертой стадии. Спасибо, Гермонт. Жалопрость. Уважаемые коллеги, вопросы еще есть? Ну тогда еще раз спасибо вам, уважаемые доктора. Спасибо, Гермонт. Спасибо, Гермонт. Спасибо, Гермонт. Спасибо, Гермонт. Спасибо, Гермонт.